Встречу с железнодорожниками Екатерина Лахова, Александр Богомаз и Виталий Минаков открыли посещением мотора вагонного депо «Брянск-1». После чего состоялась встреча с трудовыми коллективами «Узла». По производственным показателям депо является одним из лучших в системе Московской железной дороги. Оно не раз признавалось победителем в отраслевом соревновании. Если говорить про Брянское депо и Володарки, и непосредственно о Фокинском, вот этот порядок, чистота и культура производства, то, чего нам сегодня, может быть, еще не хватает. Молодцы. И чувствуются современные технологии, которые они на сегодняшний день применяют. Какие молодые ребята, можно сказать, достойно представляют свое отделение. С теплыми словами поздравлений, с профессиональным праздником всех гостей приветствовали руководители Брянского филиала Московской железной дороги, депутаты областной думы, городские и районные власти. После чего для локомотивных бригад, работников вокзаловой станции, проводников, слесарей, ремонтников и путейцев состоялся праздничный концерт. Мы железнодорожники, мы сети скоростей, работа наша сложная, но здесь только с ней. От имени общественных организаций «Женщины Брянщины», «Союза картофелеводов России» и «Областной федерации самбо» лучшим работникам филиала вручены памятные сувениры. Далее депутаты Госдумы Екатерина Лахова, Александр Богомаз и доверенное лицо президента Виталий Минаков отправились на узел «Брянск-2». Продолжили общение с железнодорожниками сначала на путевой машинной станции, посмотрели технику по ремонту путевых машин, посетили колесный цех. К слову, полное технологическое переоснащение состоялось здесь в 2005 году. Доверенное лицо президента Виталий Минаков, кстати, имеет к железной дороге самое прямое отношение. Первоначально моя специальность – это помощник машиниста тепловоза. И после того, как я его получил, я еще несколько лет отработал в ФСК «Локомотив» в спортивном клубе и впоследствии в спортивной команде «Локомотив». Порядка 8-9 лет я, в общем, отработал на железной дороге. Что касается того, что поменялось, на самом деле поменялось практически все за это время. Я выпускался в 2003 году, буквально 11 лет прошло, наша железная дорога преобразилась, и станция Брянск 1, и 2 Брянск. Лариса Прилепа железной дороге отдала 4 десятилетия. Сейчас заведует домом отдыха локомотивных бригад. Представительница целой трудовой династии сравнила дорогу с самую жизнью, с вечным движением вперед. Приятно осознавать, что ты приносишь пользу именно своим кладом, своим трудом, своими предложениями, своими какими-то, ну не знаю, деяниями, наверное. Приятно осознавать, что люди, вот я как заведующая домом отдыха, приезжают к нам и благодарят тебя за то, что мы создаем условия тепличные, такие, ну, сродни домашним условиям. И когда я иду по производству, я понимаю, что действительно вот та школа, которая создавалась долгие десятилетия, те традиции, те поколения, те вот династии, которых много в железнодорожниках, они действительно сегодня, вот все это мы видим в тех цехах, в тех людях, которые сегодня работают. Работа на железной дороге ответственное и почетное дело. Российские железные дороги целая империя со своими станциями и полустанками, машинистами и проводниками, бригадирами поездов и начальниками станции. Так это выглядит для простого обывателя. Но за внешней стороной скрывается титаническая работа техников, операторов, диспетчеров, путевых работников и мастеров депо. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Достойной.